Сегодня я хочу рассказать вам об одном очень важном аспекте. Он поможет сохранить печень здоровой, а значит потенциальной здоровью всего организма. Очень важный момент, который я много раз говорил, но повторюсь, здесь он будет кстати, что печень и органы уникальны. Порой, и это я лет 10 назад еще в своих старых видео говорил, что достаточно одной трети, одной четверти порой печени, чтобы человек жил, даже не ощущал печень, не будет болеть, если какие-то проблемы с ней возникают, потому что там нет нервных окончаний. Но это как и в головном мозге, только бывает голова болит, это совершенно по другим причинам. На ликвор давление избыточно идет, тогда боли, там уже в других местах рецепторы, но не в глубинных слоях головного мозга. Так же и с печенью, но печень способна выполнять свои функции, если она хотя бы на треть цела еще пока. Но люди своим неправильным образом жизни, питанием, в первую очередь, печень убивают, а значит, все дальнейшие функции организма нарушаются. Очень важно это понять, это сделать легко, так как клетки печени способны к регенерации, и она очень быстро восстанавливает себя, буквально за считанные недели. Так что здесь важно понять в связи с данной сегодняшней темой? Печень и органы уникальны, это главная и очень крупная железа нашего организма, это, конечно, главный фильтр крови. Печень выполняет более 500 важнейших функций и задач. И, конечно, главный из которых, и вы все об этом знаете, это фильтрация нашей крови от ядовитых токсичных соединений. Но вот куда печень девает эти токсичные вещества? Она же их тоже должна куда-то вывести, сбросить. Ну, конечно, например, азотистый цикл продолжается и далее. Почки уже выделяют часть азота мочевина, это понятно. Но в основном вся отработка печени идет по общему желчному протоку и попадает в желчный пузырь. Желчный пузырь – это не только емкость для хранения самой желчи, которая в случае надобности, смотря что человек съел, и если желчи требуется много для расщепления жирной пищи, для других функций и задач, она выходит в большом объеме, но опять-таки куда? В общий желчный проток. И куда он попадает? В 12-перстную кишку, где идет переваривание пищи, второй крупный этап переваривания. Но мало кто знает то, что я сейчас скажу. И это очень хорошая новость, что печень выделяет токсичные вещества, которые попадают в желчный пузырь, там это хранится, и выходит это как раз с желчью в проток 12-перстной кишки, а потом, соответственно, скалом уже там удаляется из организма. Так это происходит. Кстати, можно привести аналогию. Лимфатическая система, главная канализация нашего организма, выделяет, например, большую часть продуктов отработки межклеточного пространства, ну то есть в процессе жизнедеятельности клеток, токсичные вещества, отработка уходит по лимфатической системе, и большая часть, куда сбрасывается? В протоки лимфатические, которые такими сосочками заканчиваются, в складках уже толстого кишечника, и куда все это идет? Опять-таки наружу скалом. Вот так примерно это происходит. А что из этого мы можем и должны уяснить? Очень просто. Зная эту особенность, мы должны помочь нашему организму, в первую очередь нашей печени, выводить, а не накапливать в себе эти продукты метаболизма, вредные, которые надо вывести из организма. Но как? Провоцировать надо. То есть мы говорим о желчегонных средствах, но не из аптеки синтетические, а натуральные. Например, некоторые травы являются желчегонными, да, сами можете посмотреть какие, но еще проще. Чеснок – одно из самых сильных на планете желчегонных средств. Что делать? Очень просто. Есть чеснок с пищей, особенно с жирной пищей, например, салат, там, скажем, авокадо, масло и чеснок. И тогда чеснок будет провоцировать выделение желчи, сокращение желчного пузыря, и будет происходить выброс желчи, а с ним и токсичных веществ. Тогда будет происходить как бы детоксикация печени. То есть, еще раз, печень, естественно, сама себя восстанавливает. Но отработку продуктов метаболизма, тем более это фильтр, куда она эти токсичные вещества для организма девает, сбрасывает желчный пузырь. И, конечно, плохо тем людям, у кого дискинезия желчевыводящих путей, то есть пережатые протоки. Тем людям нужно идти к висцеральным массажистам, и массажами правильными, соответствующими, это выправляется, в принципе. Минуту моей рекламы. Качественной, уникальной и очень нужной всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа. Но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А значит, снимает сухость слизистой. И перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло. Давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского Академгородка, гель для суставов глубокого проникновения для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель-сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти четыре видео об этих пяти продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. У кого камни в желчном пузыре, это плохо. Камни препятствуют в полной мере опражнению желчного пузыря. И происходит интоксикация. И происходят застойные явления. Образуются камни, в том числе желчные. Образуются полипы в желчном пузыре. Возникают воспаления слизистых оболочек. Ну и вплоть до более серьезных проблем. Что делать в этой связи? У меня было видео, как избавиться от камней в желчном пузыре. Но главное, как они образуются. Застаивается желчь, это вот главное, что вам надо знать. Поэтому желчегонные естественные продукты и травы. Во вторую очередь, массаж живота. Живот вообще застойная зона. Вот если вы помассируете себя аккуратно и нащупаете как бы твердые образования, то есть как бы спазмы, упругость, обязательно массируете. Может быть больно. Но аккуратно, конечно. Но тем не менее, разминаете эти места несколько раз в день. До того состояния, пока они не станут мягкими. Пока вы не уберете спазмы. Очень полезные упражнения на пресс. Потому что вы не только мышцы, что называется, тренируете и уменьшается живот, а увеличивается мышечная масса, но и перистатика кишечника улучшается. Все тут связано. Работа кишечника с работой, естественно, желчи и печени. Помогите себе этими несложными упражнениями. Пусть это видео короткое, но оно очень важное. Это сама суть, сама мысль, это очень важна. Поэтому я решил его сделать. Но скажу вам так. По печени у меня все было, все, что необходимо знать. И как болезни печени определить по ногам, по определенным физическим, скажем, особенностям организма. Какие продукты вредны для печени. Что такое жирная печень, от чего она жиреет. Какие продукты категорически надо исключить из рациона питания, чтобы она могла жить и спокойно работать. Вот все это и многое другое смотрите в моих видео. Я их под цифрами 1, 2, 3, 4, 10 оставлю прямо под этим видео. Есть набор программы для регенерации клеток печени. То есть для очищения печени. Ссылку тоже оставлю. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки. Все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи. Вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.